Свежее исследование под названием «Экономический спидометр» представил Союз Работодателей Эстонии. В нем отмечается возросшее в последнее время недовольство предпринимателей деятельностью правительства Эстонии. Проанализировать положение дел нам сегодня поможет глава Центрального Союза Работодателей Томас Тамсер. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Томас. В этом исследовании говорится о том, что экономика Эстонии движется со скоростью 76 км в час. Что это вообще означает и каким образом формируется такой показатель? Это формируется так, что мы опросываем около тысячи эстонских работодателей и предпринимателей. И тогда анализируем итоги. О чем говорит нам 76? Это когда 60 км в час, это можно считать удовлетворительным. От 90 говорим, что экономика движется с хорошей скоростью. А более 120 км это уже немножко такая скорость опасная. Так что 76 км это удовлетворительно. Не то, что хорошо, но не очень плохо. Хотелось бы быстрее. Очень много быстрее. Довольных там всего 3% в этом исследовании, довольных я имею в виду деятельности правительства. Причем недовольство связано с очень простыми вещами. Это акцизы, акцизы на алкоголь, акцизы на топливо. Это экономические показатели, которые растут намного в меньших объемах, нежели нам отмечают экономические прогнозы. Что для себя может вынести из этого исследования правительство? Потому что я так понимаю, что это просто как-то рекомендация, которая говорит о том, что мы недовольны. Да, ну, правительство, я думаю, что должно быть более открытым к диалогу с предпринимателями. И слушать чуть-чуть больше, о чем говорят работодатели. О том, что превышение акцизов, особенно на топливо, это ведет к тому, что будут не меньше езжать, а будут просто покупать топливо в Латвии. А то же самое с алкоголью. Не будут меньше пить, а финны будут со своими автобусами в Латвию езжать и там покупать. Это можно было и предусмотреть. Так что, ну, я бы сказал, что такие решения, конечно, очень сильно влияют на удовольствие. Но не только. То, что мы сейчас слышим, это то, что правительство уже планирует новые налоги. Правительство, которое говорит, что они, так сказать, налоги, в принципе, поднимать не хотят. Что они как-то хотят создавать хорошую налоговую среду для предпринимательства. А в то же время, на самом деле, мы читаем, что будут новые налоги на пищевые продукты, на тяжелые грузовики. Если бы точно, это налоги на упаковку. Да. Так что это, я бы сказал, правительство в словах хочет быть более так, к лицам предпринимателей. А решения как-то это не очень подтверждают. Получается, что теперь это коснется, наверное, всех сфер предпринимательства. Или есть все-таки какие-то сектора экономики и предпринимательства, которые можно отметить как наиболее пострадавшие от действий правительства? Ну да, конечно, больше всех сейчас обслуживания, особенно логистика, транспорт страдают. Но это не удовольствие, это мы видим во всех секторах. Конечно, надо отмечать, что есть и хорошее развитие со стороны правительства. Я думаю, это будут себя показывать чуть попозже. Например, уменьшение бюрократии. Бюрократия – это хорошая инициатива. На самом деле правительство сейчас работает, чтобы создавать более такой, ну, то есть меньше бюрократическую среду для предпринимателей. Но это еще незаметно для нас. Да, по сравнению с тем же самым повышением подоходного налога на предприятия размещения, то есть на отеле, на гостинице, которые очень сильно ударят по туристическому сектору, уменьшение бюрократии – это довольно незначительное изменение. Ну, с одной стороны, тебе бумажек меньше надо подписывать и представлять, с другой стороны, у тебя налоги растут. Вот сегодняшнее правительство уже сказало о том, что не будет отказываться ни от этого налога, ни от повышения налогов на топливо, ни от повышения налогов на алкоголь. То есть недовольство предпринимателей будет только расти? Видно будет. Это не только, эта скорость зависит не только от действий правительства, но и от того, как на самом деле сама экономика растет. Но мы уже недовольны с ростом уже несколько лет. Я думаю, это больше всего на самом деле влияет на этот спидометр. Открытый диалог с правительством вообще, в принципе, возможен? Происходит ли он? И верите ли вы в то, что правительство в конце концов прислушается к вашим исследованиям, к вашим нуждам? Я думаю, возможно. Как-то вы неуверенно сказали сейчас. Нет, нет, нет. Я бы сказал, что диалог есть на самом деле. Я думаю, может правительство, как сказать, не верит или не хочет верить, что им говорят. То есть бюджет следующего года – это самое важное. А то, что им говорят, как это будет влиять на экономику, это по сравнению с вопросом бюджета следующего года, как-то не так важно. То есть можно ли сказать, что правительство, прежде всего, озабочено сейчас тактикой, а не стратегией? То есть решает ее минутные вопросы и не думает о том, что будет, скажем, через 5-10 лет? Это очень правильно, да. Мы говорим о том, что в этом исследовании скорость 76 км в час, предыдущая была 75, то есть на 1% быстрее. Я думаю, что это незначительное совершенно увеличение. Вместе с тем бюджет должен быть сбалансирован. Во имя этого у нас как раз и вводятся новые налоги. А что вы предлагаете? Не вводить новые налоги, но как тогда достичь этого самого баланса бюджета? Во-первых, баланс бюджета – это наше решение. Мы должны смотреть как долгосрочную перспективу. Перспективу, да. То есть если в один год это не в балансе, это не так страшно. Во-вторых, надо смотреть все-таки то, что эти решения должны работать в правильную сторону. То есть, например, акциза на топливо, ведь превышали это для того, чтобы бюджет больше стал. Но чтобы автомобилями еще меньше стали пользоваться. Ну, это говорят. На самом деле вопрос о деньгах. А что мы видим, после превышения на самом деле налогов меньше правительство получает. То есть надо слушать, надо делать решения и именять такие решения, которые не в ту сторону пошли. Можем ли мы оказаться тогда в дефиците, в долгосрочной перспективе? Да. То есть, если мы смотрим, куда мы сейчас идем, я думаю, да. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. То есть мы видим вопрос не в следующем году, может, даже не в 2018, а в 2030 году. Я не видел долгосрочной перспектив правительства. И когда у нас будет намного меньше европейских денег, а в это же время у нас рабочей силы не хватает, и пенсионеров больше будет. Я думаю, у нас там будут очень большие вопросы. Спасибо большое Томасу Тамсару, главе Центрального союза работодателей, за то, что он прокомментировал исследования экономические спидометры Эстонии. Ну а сейчас предлагаем ознакомиться с теми передачами, которые подготовили наши коллеги на телеканале ЭТВ+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!